Все, не работают наши карточки больше за границей, им нельзя оплатить подписку зарубежного сервиса какого-то И казалось бы, все, на этом можно остановиться и начать продолжить, точнее уже грустить Но нет, выход всегда есть И сегодня я расскажу, как быстро, просто, дешево и самое главное, надежно получить банковскую карточку Которая работает за границей, с которой можно поехать и путешествовать С которой можно оплатить подписку на каком-нибудь американском, либо зарубежном сервисе онлайн По просмотру фильмов, по покупке чего-либо В общем, любой сервис, и который будет везде работать Я знаю, что сейчас много есть уже предложений по поводу выпуска виртуальных карт на каких-то интернет-сервисах Или поездку в какую-то дальнюю страну, не знаю, в Турцию, либо в Узбекистан, чтобы там в местном банке оформить карту Но мне все эти способы, которые я читал, показались не очень подходящими для меня Потому что если виртуальную карточку, то, во-первых, не все сервисы, не все магазины принимают Такие виртуальные карточки, которые выпущены в интернете, не в банке, а в каком-то сервисе, либо через онлайн-кошелек Ну и физически особо не расплатиться будет, если я поеду за границей Если куда-то ехать, то в основном все пишут про Узбекистан, либо про Турцию Но там тоже свои проблемы есть, потому что, во-первых, туда далеко и дорого надо поехать И к тому же с оформлением тоже всегда возникают сложности Надо местную сим-карту приобретать Иногда просят местную вид на жительство, или какой-то местный адрес, или вот что-то в этом роде Все это дорого, сложно и долго Я нашел способ намного лучше Никаких документов особо не нужно, только паспорт гражданина России И, да, придется все-таки съездить в другую страну, но как в другую страну, это Белоруссия Придется съездить в Минск, ну или в другой город, но в Белоруссию просто удобнее всего в Минск ехать Но в Белоруссию, да, не требуется виза, туда можно доехать просто так Хоть пешком, хоть на машине, хоть на самолете, хоть на поезде Там действуют наши карточки МИР, то есть проблем с поездкой не возникнет И самое главное, билеты туда недорогие Особенно если ехать из Санкт-Петербурга, из Москвы, это вообще близко И можно там одним днем туда съездить, и это будет не очень дорого по билетам Но обо всем по порядку Сейчас многие могут сказать, что как же, Белоруссия тоже попала под санкции У них банки тоже под санкциями и не работают Да, но не все Есть банки, которые не попали под такие санкции, как наши российские И поэтому они продолжают работать за границей И если съездите оформить карточку в этом банке, то у вас все будет работать И вот сейчас в этом видео я расскажу, как это все сделать Как у меня получилось все это сделать Что нужно, как это было и вообще, что это такое Итак, самое главное приехать в банк, в Белоруссию Я ехал в Минск, в Санкт-Петербург Для россиян виза не требуется, ПЦР-теста не требуется Если вы пересекаете сухопутную границу на самолете Ну, во-первых, на самолете билеты дороже А во-вторых, там, по-моему, до сих пор требуется ПЦР-тест Поэтому я не на самолете летел Вот, я ехал на поезде Виза не требуется Пограничники вообще не проверяют Потому что это, как бы, из-за России в Белоруссию Там они даже загранпаспорт не проверяют Если на поезде ехать ПЦР-теста не требуется Сертификат на вакцинации не требуется То есть просто садитесь и едете, как на пригородной электричке Просто это будет поездельное исследование И я, к примеру, за ночь доехал до Минска В самом Минске Находите любое отделение банка Я выбрал МТ-банк Потому что он не попал под санкции И, следовательно, его карточки будут работать Подробно, куда я ходил И что это за банк Я ссылки оставлю в описании Итак, находите любое отделение МТ-банка Если вы едете на выходные Это, скорее всего, удобнее Потому что там работа, учеба или какие-то еще дела А на выходные за один день Либо на оба выходные, суббота и воскресенье Можно съездить В выходные работают не все отделения Там, по-моему, только два работают в субботу и воскресенье Два отделения работают То, которое я был, и которое точно работает в выходные Я тоже ссылку оставлю в описании Итак, находим любое отделение МТ-банка Приходим туда Без записи Просто приходите Говорите Я хочу оформить карточку в вашем банке Даете паспорт Российский паспорт Туда буквально 15-20 минут И вы уходите оттуда с готовой работающей карточкой Карточку можно оформить Как виза, так и мастер-карт Можно открыть карточку с евро-счетом Либо с долларовым счетом Здесь уже как вам угодно Я на всякий случай открыл себе две карточки Виза в долларах И мастер-карт в евро Ну, на всякий случай Потому что если вдруг что То, как бы у меня, во-первых, есть типа валютам Разное решение И две карточки Если одна не сработает То вторая должна сработать Ну, мало ли что будет После оформления в течение 5 минут Карточки активируются И все Она работает Вы можете оплачивать Прямо пойти в минуски что-то оплатить Либо привязать карточку Не знаю, к Apple Pay Samsung Pay Или добавить ее в Google для оплаты Не знаю, там подписки YouTube Premium Она работает Но единственное, что пополнение Переводы сейчас российских карточек недоступны Но этот вопрос тоже решается Через онлайн-кошелек Kiwi То есть вы со своей российской карточкой Пополняете кошелек Kiwi А с кошелька Kiwi Пополняете вот эту вот белорусскую карточку И опять же Все работает Если больше двух тысяч То там Kiwi даже не берет комиссии С этих переводов Так что все выгодно и все работает Так что проблем с поездкой за этой карточкой Особо нет По стоимости это самый дешевый вариант Потому что в Минск съездить не так уж дорого Ну из европейской части России И самое главное Это удобно Потому что никаких документов Удобно и быстро Никаких документов не нужно Ну кроме российского паспорта Который есть у каждого И все 15-20 минут и карточка готова Ну и самое главное Это надежно Потому что это все-таки банк Который зарегистрирован в какой-то стране И у которого есть определенные гарантии Ну в принципе так же Как и у наших российских банков Единственный минус этого всего Это конвертация Потому что пополняем мы российскими рублями Но как я понял Когда я посмотрел в приложении Вот этого МТ-банка Как идет пополнение То я-то пополняю своими российскими рублями Они конвертируются в белорусские рубли А только после этого Конвертируются в доллары либо евро И поэтому курс конечно будет чуть повыше Чем тот который указан у нас в российских банках Это конечно небольшой такой минус Но в такой ситуации Как бы этот минус Не такого уж он и большой Раз эта карточка дает возможность Поехать куда-то попутешествовать Либо я себе ее добавил Для оплаты подписок каких-то И вообще что-то Если я хочу купить за границей То я это все смогу сделать Потому что я смогу оплатить с карточки Которая работает в международном Скажем так сообществе То есть и в Европе И в Штатах И в других странах Она будет работать Там где принимают карточки Виза и Мастеркард Так что с курсом тут конечно Не самый выгодный Но и не то чтобы он там Как был у Алиэкспресс Там под 120 рублей Нет там все нормально Просто из-за вот этих вот конвертаций Немножечко скажем так Курс больше, дороже Чем обычный курс Если бы вы сразу из российских рублей В доллары или в евро переводили И еще кстати я заметил То что все-таки переводить в евро Намного выгоднее Так что если вам все равно И вы думаете какой счет открывать Долларовый либо евро Все-таки я бы посоветовал в евро открывать Потому что я посмотрел Там меньше вот эта вот разница То есть курс повыгоднее получается Чем на долларовой карточке Понятное дело то что Сейчас все меняется И может все кардинально поменяться Вот на конкретно тот момент Когда я записывал это видео Когда я ездил на эту карточку Это май 2022 года Все это работает То есть карточка работает И ее принимают за границей Ей можно оплачивать в интернете Подробная информация И какие-то ссылки И описание вообще моей поездки И что и как будет в описании Так что можете почитать внизу Также поставить лайк И подписаться на мой канал Если вам понравилось это видео Ну или написать какой-то комментарий Мне будет очень приятно Ну и вообще Когда я смотрел в интернете Различные способы Как можно оформить карточку какую-то Либо счет в банке Либо еще где-то Было очень много разных способов Предложений Но вот этот вот Мне понравился больше всего И я его сам попробовал И все работает С минимальными, скажем так Вложениями, затратами С минимальными какими-то усилиями Максимально просто Можно оформить карточку Которая будет работать Самое главное Когда вы ее оформите У вас будет 30 дней Чтобы уведомить налоговую в России Что вы открыли счет в зарубежном банке Все-таки Беларусь Это другая страна И поэтому нужно будет Уведомить налоговую То, что вы открыли счет В иностранном банке Делается это так же Легко Можно так сказать В два клика Кстати, когда вы будете Оформлять карточку Вам по идее Сразу же дадут Ваш договор В котором будут указаны Все реквизиты То есть номер счета Номер договора И всякое такое На всякий случай Перепроверьте И переспросите Консультанты Когда вы будете Оформлять карточку Потому что Эту информацию Нужно будет указать В налоговую В личном кабинете Налогоплательщика В налоговую Чтобы отправить Когда вы будете Регистрироваться там Информировать Об открытии счета В иностранном банке Так что На всякий случай Это проверьте Опять же Все ссылки будут В описании Так что не стесняйтесь Туда заглядывать Ну а вообще Что еще мне понравилось В этом способе То, что я смогу Попутешествовать Ну я по крайней мере Никогда не был в Минске В Беларуси Это был мой первый раз Мне это очень понравилось Кстати можете посмотреть Мое красивое видео О Минске Тоже рекомендую Надеюсь Оно вас вдохновит Съездить в этот Прекрасный город Ну и что могу сказать Напоследок Это то, что В принципе Банк мне понравился У них есть поддержка В мессенджерах В Телеграме В частности В котором я все время Переписывался С их поддержкой Можно по электронной почте Либо в другом мессенджере Каком-то Даже по-моему Вконтакте есть Так что Обслуживание на русском языке Так что Все отлично Мне все понравилось И карточки работают И пока что У меня отрицательного Какого-то опыта Не было И вообще Если у вас есть Какой-то опыт Положительный Отрицательный Можете поделиться В комментариях Я все прочитаю Отвечу Ну и вообще Тем, кто будет дальше Смотреть это видео Тоже будет Это полезно узнать У кого получилось У кого нет Какие возникли проблемы Либо какие-то Есть еще Лайфхаки Либо секреты Которые я Может быть сейчас упустил Но вы их нашли И знаете Так что Все в комментариях Ну и спасибо За то, что посмотрели Это видео Всем хорошего Время и суток И пока